Здравствуйте! На канале Этон ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня ввиду я, Михаил Горин, со мной в студии депутат КНЕС, это глава партии «Наш Дом Израиль» Авикдор Либерман. Здравствуйте! Вопросов к вам накопилось много, мы давно не виделись, да и время такое горячее, много вопросов возникает. Но хочу, тем не менее, хочу начать, может быть, вам покажется, странного вопроса. На днях у нас было 1 мая. Ну, для кого-то праздник, для кого-то нет, это уж каждый сам решает. Но вот что, на мой взгляд, удивительно. На площади Тель-Авива состоялась демонстрация. В общем-то, она ежегодная, и на нее приходят люди. Но, тем не менее, в этот раз пришло свыше 5000 людей, и большинство это молодежь. Для вас это не было удивительным фактом? Нет. Особенно, если я сравниваю с тем, что происходит во всем свободном мире, есть такой некий ренессанс ливизны коммунизма. Помните у Ленина детская болезнь ливизны в коммунизме? Да, была такая работа. Да, то же самое и тут. Если вы обратили внимание, в Париже, наверное, была мощнейшая демонстрация, намного более мощная, чем в Москве, которая закончилась там кровавым побоищем, сотни арестованных, десятки полицейских пострадавших, несколько из них тяжело. И вот в плане такого, знаете, глобализации борьбы, глобализации, анархизма, там еще немного у нас вытащат, знаете, портреты Кропоткина и начнут воспевать. Есть такая тенденция, к сожалению, сегодня среди молодежи, особенно среди праздной молодежи, те, кто предпочитает в основном проводить время в развлечениях и, конечно, могут себе это позволить за чей-то счет, и то ли за счет родителей, то ли за счет каких-то дядишек, которые это оплачивают. Тем не менее, по всему миру сегодня вот эта тенденция как бы ливизны борьбы с глобализацией, со всякими экономическими новыми явлениями, она проявляется достаточно сильно, и Израиль не исключение. Ну, слава богу, у нас хоть не как в Париже, обошлось без побоища. Хорошо, вернемся к более насущным темам. Последнее время у нас появилась, ну такая еще не горячая точка, она достаточно горячая, она такая, повышается температура, там, я имею в виду Голланд, и не только военные действия, которые идут по другую сторону границы. Она не появилась, ваш вопрос неправильный. Ее он специально создал Натаньяо. Понимаете, Натаньяо всегда ищет какой-то рычаг, какой-то трамплин, чтобы мобилизовать общественное мнение. И у меня тут же возник вопрос, когда он заговорил о Голланах. Говорю, что уже атомная программа, ядерная программа Ирана исчезла, больше нет иранской ядерной бомбы, что мы не слышали. Я вспоминаю последние выборы, там, три месяца перед выборами, Натаньяо три раза в день, утром, днем, вечером, толдычил про иранскую ядерную программу, про иранскую ядерную бомбу, про ракеты, рвал на груди рубашку, ездил там в Вашингтон, ездил давать речь перед Конгрессом, хотя ему все говорили, что это просто безумие, тем не менее, я там буду бороться с иранской ядерной бомбой. Вдруг она просто испарилась, исчезла. За два дня до выборов мы слышали Натаньяо точно так же, массы арабов, толпы арабов на автобусах устремились к избирательным урнам. Да, это было буквально за час до окончания голосования. Нет, это было за два дня, он выпустил эти ролики. Нет, я имею в виду смс, которые начали получать. Да, начали, нет, с утра начали эти смс-ки. Закончились выборы, Натаньяо тут же побежал извиняться перед арабами, тут же пригласил к себе в канцелярию Аймона Уда, Ахмада Тиби, Джамала Захалку, очень так мило улыбаясь провел с ним час в дружеской беседе, потом вместе с Аймоном Уда огласил пятилетку, пятилетний план 15 миллиардов шекелей в арабский сектор он собирается. Когда это все исчерпано, ему нужно искать новую, знаете, такой ракетоноситель, новый трамплин создавать. И вот он решил создать этот трамплин в виде голландских высот. Голландские высоты, которых никто не трогал. То есть с точки зрения мирового сообщества они, так сказать, эту тему не случайно замалчивали, обходили. Когда Таньяу там провел очередную громкую акцию, сотрясая воздух кулаками, собрал там правительство, заявил, Голланды навечно с нами. Но я считаю, что жителям Голланд стоит волноваться, сейчас есть о чем задуматься. То есть никакой опасности, ничего нового в этом вопросе не происходит, на ваш взгляд? Ничего не произошло, просто ниоткуда. Закон, израильская юрисдикция распространилась на голландские высоты в 1981 году. Минахам Бегин тогда провел закон. Все об этом молчали. Но в тот момент, когда Натаньяу об этом заговорил, тут же были приняты резолюции Советом безопасности, выступления канцлера Германии, пресс-секретаря стейд-департмента, что это нарушение и прочее. То есть, если раньше не было проблемы, то Натаньяу ее создал. И в тот момент, когда Натаньяу говорит, что она вечно с нами, я бы считал, что на месте жителей голландских высот им стоит волноваться. Понятно. Раз уж мы заговорили о Голланах, такой вопрос я хочу обратиться к вашему международному опыту. Вы много лет были министром иностранных дел. Укрепление позиции России по ту сторону границы в Сирии, будем говорить по-простому, нам на руку или наоборот? Вы знаете, пока мы не видим, к счастью, никаких неположительных, ни отрицательных эффектов. То есть, ну, news, good news. То есть, отсутствие новостей уже является положительной новостью. координация с российскими частями, дислоцированными в Сирии, проходит очень тесно и достаточно, скажем, открыто, достаточно четко. Прежде всего, сегодня усиление российского влияния в Сирии, это слабость западной коалиции. Это, чтобы ни у кого никаких сомнений не было. Сегодня, как всегда, значит, две державы разыгрывают между собой какие-то большие политические игры, то есть США и Россия. Ну, мы в середине, и пока главное там не пострадать, не ввязаться и не допустить потерь каких-то собственных позиций. Не у России нету интереса как-то ущемлять наши позиции не у американцев. Так что пока мы как-то выкручиваемся. Выкручиваемся. Ну, уже хорошо. Уже положительно хоть что-то. Хорошо, вернемся к нашим внутренним делам. И я сразу хочу вернуться к вопросу, которым в последнее время очень активно занималась ваша партия. Я имею в виду пенсионную программу, которую была разработана, в общем-то, не только для репатриантов, насколько я в курсе, а для всех. Безусловно, это идет общая пенсионная реформа. Скажите, пожалуйста, вы относительно недавно заявили, во всяком случае так было в официальных сообщениях, так вас цитировали журналисты, что это одна из красных линий вашей партии и вашей лично, что если не будет принята пенсионная программа, которую вы предлагаете, то вы не поддержите вашу партию, естественно, не поддержит бюджет и не будет откликаться на предложение о вхождении в коалицию. Эта позиция осталась? И вообще, правильно ли она была интерпретирована журналистами? Абсолютно правильно. Но я бы только дал более другую интерпретацию. Мы даже сказали, что мы не войдем даже в следующую коалицию без решения этого вопроса. Накануне праздников наш представитель, и об этом было в прессе, Леон Литвинецкий встречался с комиссией, которую назначил министр абсорбции. Я лично на празднике говорил на эту тему с министром финансов по телефону. Мы обсуждаем, мы пытаемся использовать момент принятия бюджета для продвижения этой реформы. КНЕСОД возвращается 23 мая с пасхальных каникул, начинается летняя сессия. Насколько сейчас вырисовывается, вся летняя сессия будет посвящена будущему госбюджету. Более того, Натаняу пытается провести двухгодичный бюджет. И поэтому, с точки зрения тайминга, это сейчас, безусловно, самое подходящее время давить со всех сторон, для того, чтобы такая пенсионная реформа была принята. Я надеюсь, что вот та комиссия, которую назначила министр абсорбции, они, в общем-то, восприняли, мне кажется, наши посылы, наши разработки. Будут, конечно, внесены, естественно, кое-какие изменения, но как базовый документ, как базовое законодательство, я понимаю, для них это приемлемо, и с каких рекомендаций будут базироваться именно на наших разработках. И тогда будет большой экзамен для всех русскоязычных депутатов в парламенте, заставить правительство принять эту реформу. Я сделаю все, чтобы заставить их принять. И нам очень важно будет посмотреть, как прежде всего русскоязычные депутаты, члены коалиции будут голосовать за бюджет. Если бы они присоединились к нашей позиции, выставили бы ультиматум правительству или бюджет, или пенсионная реформа, то у правительства бы не было никакого выхода. Министр финансов вас поддерживает? Теоретически, да. В принципе, он согласен с тем, что есть проблема. Я не уверен, что у него есть мотивация. И сегодня, кто давит сильнее, тот, в принципе, и получает. Если давление со стороны русскоязычной общины и русскоязычных депутатов будет эффективно, и никто не будет сбегать с голосований, и не будет говорить, что он связан с коалиционной дисциплиной, и не будет прятаться в туалетах, то мы имеем все шансы провести эту реформу. Вопрос, который следует, в общем-то, за предыдущим, но уже более политический, чем экономический. Все время происходят какие-то вбросы, слухи, информационные атаки о том, каких-то сговорах, договорах, которые происходят накануне голосования по бюджету. В связи с этим проскочила такая информация, насколько ей можно доверять, это вы сейчас скажете, о том, что существует такой, ну, может быть, уже не утвержденный, но, тем не менее, некий тройственный пакт между вами, Лапидом, который возглавляет партию Ешатит, и Кохлоном, который возглавляет свою партию, сейчас является министром финансов, о том, что на будущих выборах вы готовы идти, что называется, плечом к плечу. Я думаю, что это безработные журналисты должны изобретать информацию и заголовки. Не соответствует действительности? Абсолютно. То есть является прямо противоположной действительности. То есть, если мне нужно сегодня, скажем, дать некий прогноз следующих выборов, Буду признателен. Абсолютно ясно, что и Лапид пойдет отдельно, и НДИ пойдет отдельно, Кохлон, думаю, пойдет в каком-то союзе, то ли с Ликудом внутри Ликуда, то ли там с Гиданом Саром, то ли еще с кем-то. Более того, мы конкурируем как с Ликудом, так и с Ешатит, с Лапидом. Играем более-менее на одном и том же поле, так что тут даже если захотеть, предпосылок для договоренности просто не существует. Ну хорошо. Один слух вы развеяли уже. Но я уцеплюсь за ваше слово, вы упомянули Гидеона Сара. Вы считаете, что он пойдет отдельным списком, создав свою партию? Есть много различных спекуляций, что он пойдет вместе с Кохлоном или пойдет отдельно. Скажем так, я думаю, что в любом случае Гиден Сар будет участвовать в ближайших выборах. Это моя оценка. Не знаю, или отдельно, или с Кохлоном, но в любом случае думаю, что он будет участвовать. Я не вижу Гидена Сара в качестве такого возвращенца в Ликут, пока Натаньяо возглавляет Ликут. То есть я не вижу Гидена в качестве очередной блудной сын, который вернулся на круги своя. И я не вижу Гидена Сара, чтобы он не принимал участие в ближайших выборах. В нем это все-таки слишком сильно горит. Так что, в любом случае, Гиден Сар человек опытный. Я считаю, что каждая новая серьезная фигура, которая участвует в политическом процессе в Израиле, можно только приветствовать, не важно где, на левом фланге, на правом, в центре. Чем больше серьезных людей, которые обладают серьезным опытом, знаниями, будут участвовать в этом политическом споре, тем лучше для всех, поскольку, наверное, все помнят старое изречение. Только в споре рождается истина. Спасибо. Последний вопрос, он отчасти личный. Просто интересно узнать. Мы начали с праздника, ну, праздника вот такого, полусловно, 1 мая. А впереди у нас много памятных данных. День независимости, День памяти. И среди этих дат... День Победы. Вот я как раз про него и говорю. День Победы, 9 мая. Для вас это тоже какая-то личная дата? Безусловно, как, наверное, для большинства людей моего поколения, которые родились, выросли в Советском Союзе. Мой отец был, участвовал в войне. Он призвался в Красную армию 5 июля. 41-го года. 41-го года. Две недели буквально после того, как немцы вторглись. Его родной брат Вельвеля Либерман погиб под Сталинградом. Отец закончил войну в Сан-Пельтене в 46-м году под Веной. Часть семьи была уничтожена немцами. И для нас, безусловно, это очень-очень такой личный, очень сильный, очень эмоциональный праздник. Не праздник, а дата. Я всегда в этот день очень много разговариваю со своими детьми, с внуками. Мы стираемся. 9 мая. То есть они понимают, что это такое? Они понимают. Им еще довелось. Моим детям, внукам уже, к сожалению, нет, услышать это от моего отца как бы в прямой речи. Все эти события, все, что происходило, и для нас это, безусловно, такая очень значительная дата и в личной, и в общественной жизни. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что в студии тонко вы... С вашего поздравления, да, я еще использую этого... Да, конечно, пожалуйста. ...поздравить всех ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы они всегда были с нами и давали нам пример. Спасибо за это пожелание тоже. Всего вам доброго. Я напомню, что в студии ТОН-ТВ был депутат КНЕС, это глава партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!